Музыка Неолиберальная модель развития экономического нашей страны, она привела к тому, что, к сожалению, наша зависимость от экспорта нефти, газа и в целом сырья, она не только не уменьшилась в 90-х годов, но даже увеличивается. Если посмотреть на темпы экономического роста, то снижение темпов экономического роста наметилось ещё с 2012 года. Мы с 4,5% роста ВВП. В 2013 году рост ВВП был уже 1,3%, причём это при исключительно благоприятной внешней конъюнктуре, когда цены на нефть заскаливали за 100 долларов за баррель. Тем не менее, темпы роста резко снижались. И, в конце концов, в 2014 году, вернее, в 2015 году, сейчас уже понятно, будет отрицательный рост падения на 3,8% либо 3,9% в прошлом году, на 0,6% всего был рост. Таким образом, сильная зависимость от экспорта нефти, газа и сырья отрицательно влияет как на перспективы развития экономики России, так и на перспективы интеграции внутри ЕАЭС. Нужно менять экономический курс. Как его менять? В принципе, это достаточно понятно. Вот недавно был доклад Глазьева на Межведомственной комиссии Совета безопасности Российской Федерации. И в этом докладе Глазьев достаточно чётко показал, что нужно предпринимать. Вот первое, самое простое, что каждый экономист должен понимать, в периоды кризиса нужно резко увеличивать государственные расходы, государственную поддержку экономики. В такие периоды нельзя ограничивать дефицит госбюджета 3,5% от ВВП. Понимаете, вот поэтому, если мы сменим экономическую парадигму, Россия сменит, это благоприятно повлияет и в целом на процессы экономической интеграции внутри ЕАЭС. Вот главное, вот принципиальный подход должен быть к вопросу об экономической интеграции. А всё остальное, курсы валют, это уже вторичное. Всё это зависит от главной экономической парадигмы. Посмотрите на пример России и Казахстана. Вот Казахстан даже в большей степени, скажем, сырьевые товары, нефть и другие сырьевые товары занимают большую долю в экспорте Казахстана, чем в экспорте России. У нас 75% вместе с металлами, минеральным продуктом, у них 85%. У них падение экспорта в 2015 году более существенное, чем в России. Но, тем не менее, в России ВВП упадёт, видимо, на 3,8-3,9%, а в Казахстане вырастет на 1,3%. Почему? Вопрос. И инфляция там не такая, и там не такое тяжёлое положение, как у нас. А потому что правительство Казахстана проводило более взвешенную, более расчётливую экономическую политику, которая в результате обеспечивала для Казахстана более мягкое прохождение вот этого кризиса. Казахстан